Никто не ожидал, что уже в 21 веке можно сделать такое открытие, найти такое собрание, которое бы раскрывало все периоды жизни художника. Вот оно где-то нашлось, появилось вдруг, неоткуда. В современном мире так не бывает. Открывая новые имена, мы находим неисчерпабельные возможности в живописи. Это дает серьезную мотивацию для того, чтобы улыбиться в творчество этого художника. Появился такой охотничий интерес. Что же вообще это за художник такой, о котором ничего не известно? Мы ни на что не рассчитывали, написали письмо и получили ответ. Здравствуйте, я являюсь правнучкой художника. Если хотите, можете приехать и посмотреть документы и материалы, которые у нас есть. Мы очень быстро собрались, приехали в Париж. И мы увидели там все, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, письма со французских салонов, отзывы, рецензии, фотографии. Именно вот Кузнецова и его семьи. Это наш маленький письмо, который из-за фотографии. Русские художника. Русские художники. Русские художники. Я очень люблю эту фотографию. Потому что, comparé к его браке, который был очень хорошо, очень хорошо, с глянкой, имплажным, не имеет ни наше поиски, он, он видит, что это артист. Он имеет свои шеи в бою, и взгляд, потеря, к нему. Это Диеду. Это фотография моих двух сёёров. Виолен, родная, и Фредерик, последняя, и она здесь. Фредерик, приезжай! Я всегда живу, в моей эмоции и сейчас, в помещении моих очень дорогих родителей, Дьеду, Константин Кузнецов. Для иерности, у меня огромный любовь для своих родителей русских родителей. Мы говорим, да, конечно, очень хотим. А что ещё? Есть какие-то ещё работы? Вот, это моя маленькая секрета. Вы можете зайти, я вам покажу. Это тоже из Беллил. Вот здесь она красивая, и она очень, очень живая, очень активная. Они сочетались, абсолютно случайно, без образований. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. это было удивительно, потому что ехали-то мы за документами и за фотографиями. Оказалось, что ещё у неё есть только картин, которые много лет пролежали, ожидая своего часа. Ну, это огромный массив творчества художника открылся, ну, это просто какая-то находка. И тогда же родилась идея организовать фонд и как-то, ну, заниматься этим уже как на такой серьёзной научной основе. Мы именно, познакомившись с потомками Кузнецова, узнали, что какие-то картины оказались подарены вот в России. Мы стали искать их в России и впоследствии нашли. И тогда появилась идея вот о выставке. Мы не знали ещё как, но поняли, что, ну, нужно к этому идти. И, к нашему счастью, вот правночка художника очень поддержала нашу идею. Она была очень рада именно тому, что вот выставка Кузнецова может состояться на его родине. Я была очень рада в виду, что Русские приходят из Москвы потому, что они были интересны для работы Дьедушка, для моего рода. Потому что, для меня, Дьедушка и его работы это было семейное, это было очень полезно, это было очень полезно, это было очень полезно. Потому что его работа была здесь. Я уже не знала, что это было очень красиво, что некоторые из этих фото будут в России. Какая-то первая спонтанная мысль возникла, о, ну, надо делать выставку в Третьяковке. А потом мы стали думать, а, собственно говоря, почему бы и нет? А что для этого надо конкретно сделать? Первое, конечно, это было приведение в порядок работ. Были утраты от гвоздей, от булавок. То, чем раньше крепилась работа на выставках, прорывы все были заделаны. Сейчас можно выполнять тонировки. То есть, как только там появятся красочные слои, живопись собирается, и впечатление от живописи абсолютно цельное. Мы максимально, в общем-то, стараемся сохранить Кузнецова, его работы вот в том первоначальном виде, вообще вот в аутентичном, да, в котором они дошли до нас. Мы не ставили себе задачу как бы вот эти реставрационные вставки сделать продолжением его живописи или имитировать, а как раз, наоборот, показать четко, что это вот именно в таком стиле этюдном сделана эта картина. Кузнецов, получается, узнаваем тем, что у него очень простая палитра, и он простейшими какими-то художественными приемами, в общем, добивается очень хорошего результата. Мы разобрали на оборотах холстов сделанные углем надписи именно рукой художника, где он подписывал места, где он работал. Это было очень интересно, это помогло нам дополнить и наше знание о художнике, знание о его биографии. и представление о его творчестве. Именно вот эти работы, они будут дополнять наш раздел ранних именно его работ, потому что их, в принципе, сохранилось не так много, и каждая из них получается очень ценная для нас. Эта картина сделана поверх другой. В собрании нашего фонда есть картины 20-х годов, которые написаны на более раннем слое, и мы думали, что это как раз именно особенность его творчества в 20-е годы, а оказалось, что он делал это фактически с самого начала. Первоначально это было какое-то большое изображение. Мы видим часть ноги, и вот здесь был ботинок. И вот случайно реставратор снял часть и обнаружил, что здесь более еще раннее изображение, автопортрет Кузнецова. И лицевая часть картины отличается достаточно толстым слоем краски, и мы предполагаем, что лицевую часть картины художник также использовал два раза. И мы постепенно, как работаем с картинами, мы работаем и с теми надписями, которые художник оставлял на обороте. Почерк у него был трудно разборчивый, к тому же он не старался, чтобы кто-то это разобрал. Художник пишет «Темные кровли». Первый правый домик – Вильпишар. Это как раз город в Британии. Стага и дома в тени облаков. То есть это надпись, которая говорит о состоянии погоды, о том, что именно было важно на этом пейзаже, о том, что именно он хотел показать, что ему было интересно. И на кромке холста мы видим инвентарный номер, каталог 788, который мы можем найти в картотеке. В собрании нашего фонда имеется картотека всех произведений Константина Кузнецова, которая была передана нам его правнучкой. И каждая картина имеет свою уникальную карточку. Вот она, эта карточка. Размер картины, техника здесь указана. Формат полотна. И здесь еще обозначается владение картины. На тот момент, когда составлялась эта карточка, картина принадлежала ОК. Это значит Ольга Кузнецова. Это дочка художника. Благодаря работе с живописью Кузнецова, с картотекой, которая была передана нам, мы выделили несколько этапов в творчестве художника. Это ранний этап, который больше всего связан с импрессионизмом. Это такой расцвет, который связан с работой в Нормандии и Британии, и именно с работой на натуре. И это поздний заключительный период, когда художник работал преимущественно в Париже. В 20-е годы у него цвет вообще практически уходит из его полотен. Живопись становится очень экспрессивной и, я бы сказал, драматичной для меня. Здесь повлияла и личная судьба Кузнецова, смерть сына, потеря связи с родиной. Я просто уверен, что это не могло не отразиться в его творчестве. Для меня, что самое интересное, я бы сказать, это не только таблет, но и его личность. Это его душа, его личность. Это очень важно для него. Кузнецов был очень уверен именно тому, что его привлекало. В 20-е годы он уже очень редко, когда выезжал за пределы Парижа, его живопись все равно была связана с водой, с природой. Даже вот в Париже, в таком урбанистическом уже тогда городе, он нашел свою природу и писал именно ее. Это мой любимый таблеток. Это мой любимый таблеток. Это таблеток, в таблеток, который имеет очень драматичный. И это интересовало меня, чтобы подсказать эту таблетку, которая имеет в виду, это Нотре-даме, на Сене, на Сене, на Сене, на Сене, на Сене и Париже. И это таблеток, который может быть. Кузнецов для своих пейзажей использовал портретный формат. И получилось так, что мы не нашли практически ни одной рамы под конкретный этот формат. Тут, в общем, для нас стал вопрос, ну что делать? Мы владеем навыками реставрации первичной. Какие-то вещи мы можем сделать, в принципе, и сами. Мы придумали такой способ копирования старых рам, чтобы это все вместе было бы таким неким ансамблем. Было много волнений относительно того, насколько цвет, вот эта тонировка рамы, потому что она, конечно, может быть совершенно разной, подойдет к данной живописи. Но вот насколько я сейчас могу смотреть, мне кажется, получилось такое гармоничное сочетание. Цвет бирюзовой воды, он сам по себе какой-то, на мой взгляд, такой обладает магией. Когда мы стали готовить нашу выставку, мы поняли, как тесно связаны были его картины именно с натурой. И он преобразовал импрессионизм в нечто свое. То есть он нашел в импрессионизме такую дорожку к природе. Очень интересные его поездки на Белиль. Мы хотели бы это и выделить в общей композиции, поэтому у нас родилась такая идея отдельного зала. Он писал свои пейзажи как будто с высоты птичьего полета. Здесь есть и восхищение природой, такой космологический взгляд на нее, то есть вот этот огромный ландшафт, вот этот поклонение перед природой. Константин, я думаю, он не копирует природу. Он интерпретит, он отдает, он говорит, он говорит, он говорит, он говорит, что он думает, и как он чувствует этот пейзаж, который он имеет перед ним. Я бы хотел, чтобы зритель на этой выставке посмотрел на работу Кузнецова какими-то открытыми и готовыми к такому эмоциональному контакту глазами. Без боязни увидеть что-то новое. Есть много эмоций видеть этот пейзаж для России потому что Россия настолько важна для нас, и для меня также, что у нас есть возможность научиться русскому. Виставка в Москве это чудесно, и я очень довольна. Выставка Константина Кузнецова логично вписывается в те выставочные проекты Третьяковской галереи, которые представляют новые для нашей публики имена. И то, что увидят зрители здесь, это пронизанная светом и воздухом живопись, которая сегодня будет очень востребована людьми, нуждающимися в искусстве, которое говорит о гармонии мира, а не об обратном. Всегда интересно сталкиваться с чем-то неизведанным. Лично для меня все-таки это какая-то удивительная история. Это первый итог пяти лет работы. Признание и художника, ну и, в общем-то, и признание наших усилий. Мы считаем, что мы находимся, но в лучшем случае в середине пути. Дальше мы, конечно, хотели бы, чтобы Кузнецова все больше и больше узнавали в нашей стране, и в Европе, и в мире, если уж говорить глобально. Для меня это не просто популяризация его работы, а я вот действительно хочу, чтобы его работы, они стали вот в сознании людей такой ценностью, как работа Репина, как работа Серова. Я думаю, что Кузнецов имеет полное право претендовать на это значение. Когда мы работаем в фонде, и иногда у нас появляются такие немые вопросы к Кузнецову, я бы хотела, чтобы Кузнецов рассказал именно о том, что он больше вкладывал в свою живопись. Доволен ли он тем, что у него получилось в результате его многолетнего творчества? Каково это бросить бизнес уехать во Францию и работать в первую очередь для себя? Почему он не продавал свои работы? Почему он не сотрудничал с галеристами? Вот это меня интересует вопрос. А почему он, собственно говоря, стал художником? Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok